Вы хотите задонатить в Injustice 2 Mobile, но возможности доната нет в вашей стране? Не беда! Обращайтесь к человечку, ссылочку на которого я оставляю всегда в описании к ролику, тем более, что по промокоду MG, персональный промокод от моего канала лично, вы получаете скидку в целых 30% на любой донат внутри игры. Вперед! Привет, дорогие друзья, доброго времени суток! Короче, тема такая, восьмой рейд, первая фаза броньяка, чуть-чуть конец первой фазы уже, и я спешу проверить баг с новым Черным Адамом. Этот баг появился сразу же после обновления 5.5, но я намеренно не рассказывал о нем, чтобы не выслушивать потом обвинения в свою сторону по поводу того, что вот, из-за таких как ты, которые выкладывают видео, разработчики фиксят баги. Да вообще, люди здесь ни при чем, разработчики хотят фиксить, фиксить, не хотят фиксить, не фиксят. Допустим, критический урон от Лиги Анархии разработчики до сих пор не пофиксили, а ведь пользователи iOS-устройств страдают от этого бага. В Injustice 2 Mobile после обновления 5.5. И что? Пожалуйста! Всего лишь два ударчика, и вот этого куска первой фазы восьмого рейда Брэньяка уже нет. Здесь есть одно но. Это, безусловно, баг. Как он работает, я объясню во второй части ролика. Здесь немножко, с вашего позволения, я все же буду стараться максимально аккуратно играть и не отвлекаться на что-либо, помимо самого игрового процесса, собственно говоря. Так, Черного Адама сливать нельзя, поэтому играю максимально аккуратно, посмотрите на эти цифры. Это просто шикарно. Я позволю, опять же, себе напомнить о том, что Черный Адам у меня всего лишь на 4 звездах. Экипировки на нем нет никакой, но за исключением того, что я на Черного Адама, как вы уже, скорее всего, поняли, навесил Шарноры. Шарноры — это хорошая подстраховка, всегда об этом говорил и буду продолжать говорить. Хилочка есть, защита от смерти есть, но смотрите, как шикарно. Эть! Класс! То есть, получается, я практически вынес вторую фазу и практически... Да не практически, я добил первую фазу, да? Вы знаете, что Черный Адам работает следующим образом. Он снимает определенный запас хпшки, определенный процент хпшки своего врага, да? И казалось бы, что на первой фазе, когда у Бриньяка оставалось 17 миллионов, и я зашел, да, на эту самую первую фазу, ну, сколько там? 35% Черный Адам или 40% должен был снять. Но взамен Черный Адам за два удара всего лишь снял полностью первую фазу, и вот показал еще Шторм на практически целой второй фазе. Слушайте, баг рабочий. Баг рабочий, к сожалению, скорее всего, после обновления 5.6, Черный Адам уже не будет такой имбищей. Так, но здесь уже буду просто заканчивать бой, как бы Черный Адам снес основную хпшку по условиям своей пассивной способности. Но, опять же, здесь есть небольшой секретик, об этом секретике расскажу позже, во второй части ролика, там, где я буду рассказывать конкретно, что не так, и вообще, откуда взялся этот баг, и вообще, как оно работает. Супер Мув хочу сделать. Да, давайте. Ну, хоть какой-никакой дамаг еще нанести, сколько там? 1015 будет, я надеюсь. Так, 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 так. Ну, эти анимации нам известны, это мы все видели, это мы все знаем. Это не очень интересно. Но 36 даже тысяч нанесли. Вот это уровень, вот это я понимаю. Нанесли, так нанесли. Ну, и последний спешл. И все, сейчас отправляемся во вторую часть ролика, смотрим на циферки. Во второй части ролика я, безусловно, рассказываю, как это вообще работает. Цифры просто потрясающие для персонажа на 4 звездах без какой-либо экипировки. Итак, если вас заинтересовал данный баг, и вы интересуетесь, как же вообще воспользоваться этой уязвимостью, спешу вам рассказать, что вам для этого нужно. Ну, естественно, вам для этого нужен Черный Адам, да? А, во-вторых, вам нужен Бройняк, собственно говоря, да? Босс, у которого есть множество фаз. И вы не думайте, что это какой-то сверхновый баг. В основном своем, когда появляется новый персонаж, который обладает способностью отнимать определенный запас хп-шки от своего врага, в основном всегда этот баг появляется. Так было с Девстроком, так было с Байтманом, который смеется, но и в конце концов точно такой же баг посетил и Черного Адама. Вся фишка заключается в том, что на самом деле этот баг касается непосредственно хп-шки Бройняка. Игра думает, что вот эти все четыре фазы – это единое целое поле хп. То есть игра не делит в данном случае для Черного Адама каждую фазу как отдельную полоску хп-шки. Именно это дает право Черному Адаму снимать такой потрясающий дамаг. Но здесь есть одно но. В любом случае, нужно, чтобы вы могли переходить с фазы на фазу. Как вы видели, допустим, на первой фазе я за два удара снес, да, и поначалу на второй фазе Бройняк не получал вот этого самого урона от Адама. И только после Тек-Ина Черный Адам начал уносить хороший дамаг. То есть, если бы у меня был хорошо прокачанный Черный Адам, или если бы в команде с ним стоял какой-нибудь персонаж, который смог бы добить вторую фазу, и мы бы перешли на третью фазу, я бы смог еще около 100 миллиончиков дамага снести по Бройняку. Ну, просто чтобы вы понимали. Естественно, очевидно и невероятно, что, скорее всего, этот момент пофиксят в обновлении 5.6, хотя, справедливости ради, стоит сказать, что Devstroke, по-моему, на протяжении полугода провисел в игре Injustice 2 Mobile с таким же багом, и с помощью второго спецприемчика можно было забирать гораздо больше, чем вообще было написано в пассивных способностях Devstroke. Но этот баг существует, и я считаю, что в преддверии обновления 5.6 уже можно рассказать об этом баге, и нужно. Многие еще об этом не знают, многие уже знают, поэтому вот этих особо бомбящих зрителей, которые напишут «Ааа, рассказал, об этом уже все знают на протяжении двух месяцев!» Ну, молодцы, что вы знаете, есть люди, которые не знают, и вот как раз для таких людей, которые не знают, я записываю данный ролик. Точнее, уже записал. Ну, вот такой баг, мне кажется, что он достаточно полезный. Я не ручаюсь, работает ли этот баг на 9-10 рейде, там я не пробовал, это очевидно, но что-то мне подсказывает, что на 9-10 рейде это происходит абсолютно точно так же. Баг действительно рабочий, баг нужный, поэтому если у кого-то есть Черный Адам, даже на трех звездах, ну, просто открыт, да, вы можете смело его брать в групповые рейды, и у вас получится приблизительно такой же результат. Черный Адам будет столько же много дамага сносить, поверьте мне. Но, а в целом, в принципе, на этом ролик заканчивается. Суть этого ролика была предельно проста. Донести до вас, до моих зрителей, о том, что в NGIS 2 Mobile после обновления 5.5 Адам работает, ну, скажем так, не совсем законно и корректно. Но будете ли вы этим пользоваться, выбор за вами. Я все вам рассказал и обо всем показал, хотел сказать. В общем, так или иначе. Друзья, играйте Черным Адамом, пока это можно еще делать. Все, до новых встреч на канале Mobile Gameplay. Всего вам самого лучшего и пока.